Сегодня в международной панораме. Итоги года к 70-летию начала Великой Отечественной войны. Исторические мифы и фальсификация. Оценка основных событий войны в российских и зарубежных научных трудах и учебниках истории. Место и роль Советского Союза в открытии Второго фронта. Почему быстро воскресла из пепла Западная Германия? Существовало ли тогда мировое правительство? Вторая мировая война в кинематографе и на современном ТВ. Почему не любят говорить об этой войне на Западе? Ведет программу политолог Эраст Галумов. Граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флорта, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероятные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину начатые 22 июня продолжаются. Несмотря на героические сопротивления Красной Армии, на нашей родине налисла серьезная опасность. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в эфире программа «Международная панорама». И, как всегда, в конце года мы подводим итоги международных событий. Событий было очень много. Это и саммиты, и встречи, Ближний Восток, о котором мы много раз говорили в нашей студии. Но сегодня мы хотели бы остановиться на дате, которая не может оставить равнодушного ни одного, уверен, нашего зрителя, человека, гражданина нашей страны. Это о Великой Отечественной войне. Дело в том, что эта тема является, как ни странно, также международной. Тема, которая обсуждается не только в нашей стране, и в частности, не просто история Великой Отечественной войны, но роль нашего государства, Советского Союза в этой победе. Я хочу представить нашего гостя. В студии у нас находится Владимир Антонович Золотарев, вице-президент Российской Академии естественных наук, доктор исторических наук, историк, генерал-майор Запасов. Здравствуйте, Владимир Антонович! Здравствуйте, Алексеевич! Мы в этом году отмечали дату, достаточно трагическую дату в нашей истории, но, на мой взгляд, очень значимую. Мы отмечали 70-летие начала Великой Отечественной войны. Насколько эта дата является ключевой в рассмотрении вопросов истории войны, в контексте вопросов фальсификации той истории, о которой мы сегодня будем говорить в нашей программе? На базе очень большого пласта документов сейчас удается создать современную историю Великой Отечественной войны. Мы, безусловно, должны относиться с большим уважением к труду наших предшественников и стоять, как говорил философ Геббон, на плечах гигантов, каким-то образом прекрасно понимая, что эта научная связь времен не прерывается, и тем качеством своей работы мы будем демонстрировать более высокую фундаментальность, а следовательно... То есть, 70-летие как некая отправная точка для того, чтобы снова вернуться к вопросу обсуждения роли и места Великой Победы в нашей жизни. Да, и вот этот контрпункт, особенно сейчас, с точки зрения гносеологии, с точки зрения теории познания, дает все основания посмотреть на эти события более спокойным взглядом. Ну, в частности, 29 томов Росского архива, опубликованные издательством Терра в 90-е годы, в начале 2000-х годов, они дают панораму огромного количества документов и материалов, которые проливают свет на самые необычайные стороны и дают возможность дать ответы на очень многие вопросы. Это документы Генерального штаба, документы Ставки Верховного Главнокомандования, это отдельные сюжеты по битвам, сражениям, операциям, это, так сказать, последнее предвоенное серьезное совещание руководящего состава Красной Армии, когда практически была дана оценка тому, что из себя представляла Красная Армия накануне войны. Но эти документы сейчас доступны. Они все опубликованы. Каждый документ был проэкспертирован, каждый материал был проверен. Не обошлось без курьезов. Очень было интересно посмотреть доклад командующего Киевским особым военным округом, генерала армии Георгия Константиновича Жукова. И когда его прочитали, этот доклад, полученный из архива, то не могли поверить, что это говорил будущий зам Верховного Главнокомандующего. С моим коллегой, начальником отдела у меня работал Александр Сергеевич Емелин, мы были в состоянии полного непонимания две недели. И хотелось бы заглянуть, в чем дело. И историческое расследование привело нас к тому, что мы запросили в другом архиве этот документ. И нашли его, этот документ с помятками самого Жукова. И все стало на свои места. Предположительно, НКВД перед началом заседания заменило, как бы мы сегодня сказали, стенографистку. И девочка как слышала, так и писала. Это было невероятное абракадабра, ничего серьезного, не вносящее в понимание, что хотел сказать маршал. А документ был отправлен на госхранение. Когда мы получили подлинный документ с пометками будущего маршала, то все стало на свои места. Он излагал свою позицию как командующий одним из крупных военных округов, киевским особым военным округом. Это какой был год? Это декабрь 1940 года. Декабрь 1940 года, в преддверии войны. В преддверии войны, последнее совещание. Мы ожидали начала войны, было ощущение. Безусловно, старшее поколение говорит и пишет, и вплоть до эпистолярного наследия войны мы получаем свидетельство тому, что, конечно, войну ждали. И, конечно, войны страшно не хотели. А Сталин хотел отодвинуть хотя бы на год-полтора эти события. В чем одна из причин такой собственной дезинформации о возможном нападении. Но, тем не менее, в обществе дух. Да, в обществе было. Кстати, появились фильм «Трактористы», если помните. Когда уже был какой-то призыв, мобилизационный призыв к населению. Будьте ж, хлопцы, достойны своих отцов. Берегите и никому не позволяйте рушить ваше счастье. Бейте в хвост и в гриву всякого, кто судится на нашу землю. Работайте, дети. Работайте так, чтобы отчизна наша швела, как весенний сад. Работайте. Вот специалисты, бывшие советологи, как сейчас принято говорить, которые, они подвергают сомнению. В частности, вообще подвергается сомнению вопрос роли нашего государства в победе. Что бы вы на эту тему хотели бы сказать сразу? Расскажите, во-первых, роль победы нашего народа, нашего государства, безусловно, непререкаема. Более того, сложился громадный научный потенциал. То есть, историко-теоретическое, историко-познавательное основание для дальнейшего изучения войны. И сквозь призму этих 70 лет, от 22-23 июня этого года мы отмечали тяжелую дату начала войны. И в Манеже был представлен первый том нового президентского фундаментального проекта «Великая Отечественная война». Совершенно четко и очевидно было прописано и сказано вербально устно, что вклад нашего народа был максимальный, и русский фронт, советский фронт был главным фронтом Второй мировой войны. Но дело еще в том, что это 70-летие открыло целую череду предстоящих юбилеев. То есть, 70 лет Московской битвы, Сталинградской битвы, битва под Курском, битва за Днепром, битва за Белоруссию и так далее до Берлина. Поэтому мне думается, что это огромный информационный повод для того, чтобы расставить все точки над «и». Самая главная фальсификационная ступенька – это попытка объявить нас агрессорами. Но это, простите меня, пожалуйста, глупость в самом полном смысле этого слова. Позвольте привести источниковическое доказательство тому. С 23 по 31 декабря 1940 года в Кремле прошло уникальное совещание, на котором присутствовало 273 участника. И это совещание было достаточно бурным, достаточно интересным, достаточно фактологичным, где совершенно определенно удельный вес того, что связано с обороной в целом, представлен. И представлен очень ярко. Более того, десятитысячным экземпляром был в русском архиве выпущен сборник материалов и документов. Они были проэкспертированы. Позади был финский фронт, позади были репрессии, врать боялись. Поэтому говорили достаточно откровенно. Это первое мощное доказательство того, что и обороне, и всякого рода видам военного искусства в то время уделялось очень серьезное внимание. Я бы хотел с самого начала остановиться на посыле западных наших оппонентов, которые говорят следующее, вот Гитлер, фашизм, это плохо. Это тоталитарное устройство, желающая, так сказать, система, которая хотела поработить другие страны, народы и так далее. Но и Сталин тоже был диктатором. Очень точный цивилизационный вопрос. Достаточно прочитать генеральный план ОСТ. Что собирался сделать Гитлер, что собирался сделать Рейх с нашей страной, каким образом планировалось поэтапное уничтожение населения, реализация всех планов, связанных с дележом земли. И на все вопросы сразу получается ответ. Я думаю, у любого интеллигентного человека, даже не очень сильно образованного, сразу сформируется свое отношение к тому, что же хотела сделать та самая гитлеровская Германия. План ОСТ не оставляет ни одного вопроса. До появления его, до того, как были какие-то фрагменты, можно было предположить, что да, действительно, какие-то есть сомнения. Этот план появился уже, мы его, как бы, прочитали как исторический документ после войны? Безусловно. Он только что опубликован в первом томе Великой Отечественной войны, 12-ти томника, о котором я только что коротко сказал. Более того, журнал «Международная жизнь» опубликовал репортаж об этом плане. Коротко... Но он не подвергается, да, сомнению, что это... Абсолютно нет. Он проэкспертирован самими немецкими исследователями. Более того, сейчас в Германии вышел 10-ти томник, простите, в 13 книгах, посвященный Третьему Рейху и Второй мировой войне. Достаточно объективный. Я думаю, что если его переведут на русский язык, это будет огромная полезность и для наших студентов, и для наших аспирантов, и для наших школьников. Мне кажется, что взвешенный подход – это самая четкая характеристика этого произведения. Я считал, к сожалению, пока только выборочно, и в основном внимание было на четвертый том обращено, где более идет о Советском Союзе, о Восточном фронте. Но по тем оценкам, которые прочитавшие носители немецкого языка отзываются, это достаточно сдержанное, грамотное, фундаментальное произведение. Что же касается плана ОСТ, то его создавали, как мы сегодня выразились бы, Аграрий, директор сельскохозяйственного Берлинского института. И все это было по заданию фюрера и по заданию Гиммлера. И там практически прописано абсолютно все, что будет с каждым маленьким, не то что регионом областью, с каждым маленьким районом, с каждым маленьким фрагментом этого района в будущем, что должны были сделать наши оккупанты. В 1942 году все это сошло на нет, особенно после событий под Сталинградом. Поэтому, знаете, можно что угодно выдумывать этих прекрасных мыслей, в кавычках, этих так называемых фреслификаций, рождается каждый год десятки, сотни, тысячи. Но вместе с тем достаточно, мне кажется, прочитать этот самый замечательный, в кавычках, план ОСТ. Почему все же возник вопрос о потерях? Потому что, скажем, наши потери, они самые крупные во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне. И вот наши, в том числе и наши ученые, наши политологи и историки, они говорят, что мы не берегли людей все же. Вы знаете, в первую очередь, это относится к 1941-1942 году, когда, откровенно, надо сказать, еще не умели воевать. На всех практически уровнях. Хотя были протуберанцы невероятные. И в 1941 году есть примеры встречных сражений, встречных боев, мужества, отваги, героизма. Об этом умалчивается. Безусловно. Кстати, наш кинематограф почему-то умалчивается. Ну вот мы сейчас попытались с нашим коллективом, я, если вы позволите, коротко расскажу о нашем 12-томнике, именно показать доказательно на документах, на примерах, как реагировали на все события военного толка в 1941-1942 году. Да, действительно, были множество случаев, когда не берегли людей. Да, действительно, армия была еще совершенно иной по отношению к немецкой армии. В цивилизационном смысле. Если с точки зрения Арнольда Томми посмотреть на все эти события, то, безусловно, молодой крестьянин, пришедший в армию, был значительно менее образован, значительно меньше экипирован, значительно хуже экипирован, значительно менее знал про все в военном деле. То есть мы столкнулись с нашествием практически армии, которую обеспечивала, по сути дела, почти вся Европа. С этим надо тоже считаться. И, в общем-то, вооружение было достаточно разнородным, и не везде сильным, и не везде правильно используемым. И танки были не везде подходящими, несмотря на их большое количество, казалось бы, достаточное. И горючего было явно недостаточно. Но вместе с тем, позвольте крайне другой пример привести. Александр Михайлович Василевский, когда планировал операцию, первое, о чем он думал, кто на острие этой стрелы, какой ценой, что будет с простым рядовым офицером, сержантом и солдатом. Поэтому говорить, что все одинаково, ничего подобного. Мы знаем море примеров, когда не только берегли солдат, а в первую очередь думали о том, какой ценой будет достигнута эта победа. Второе. Мы можем вспомнить феномен обороны Ленинграда. Ничего похожего в истории всех цивилизаций и близко не было. Более того, сейчас мы поставили свои задачи разобраться в психосоматических последствиях. Что означало бомбежка, обстрел? Что обозначали болезни? Появлялись болезни, которых не существовало в мирное время. Они были свойственны исключительно только для времени военного. И посмотрите, какая ситуация сложилась. Как бы ни говорили о том, что Ленинград можно было взять, но не взяли Ленинград. И не взяли Ленинград не только благодаря там мужеству, умению и жесткости Георгия Константиновича Жукова, что тоже не надо сбрасывать со счетов, но и ленинградцы при всех отрицательных моментах, при всех, что Солсбери описывает в 900 дней блокады. Мы знаем невероятные примеры и мужества, и героизма, и стойкости, и изобретательности. И факт остается фактом. Питер выстоял. И Ленинград остался невзятым. Помните, появился фильм про Ржевскую операцию, о том, что там погибло очень много народу, и вина лежит, собственно, на нашем великом полководце, чей памятник украшает Красную площадь. Вот все же Жуков и война, роль Жукова, она действительно преувеличена, мифологизирована. Или он дал войне тот самый импульс, благодаря которому мы победили, потому что ведь он как раз и получил звание маршала Победы. Это был действительно великий человек. Я совершенно с вами согласен. Называют его те, кто действительно прошел войну, первый среди равных. И действительно, дань уважения высока. И Комитет памяти Жукова сейчас прилагает все усилия, чтобы бережно относиться к любой дате, связанной с его деятельностью. Да, он жесткий, может быть, жестокий, но он действительно был гениальным полководцем. Были прорехи, были ошибки. Вот сейчас, в частности, Ржевская операция. Четыре Ржевских операции, которые дали возможность выиграть... И как вы к этому фильму относитесь, который вы смотрели? К фильму отношусь отрицательно. При всех его художественных, режиссерских достоинствах здесь надо бережнее относиться к нашему прошлому. Прошлое никуда не исчезает, оно живет вместе с нами. И мы своими действиями будем таким же образом выглядеть в будущем. Поэтому, чем бережней мы будем относиться к нашему культуру наследию, тем больше мы взращивать будем разумное, цивилизационное и образованное, просвещенное поколение. Если бы не было этих тяжелейших четырех Ржевских операций, неизвестно, что бы было под Сталинградом. Ведь в чем суть? Выдвигают версии, что бакинская нефть, имя Сталина. Причина в другом. Если бы мы ушли на левый берег Волги, Япония рассмотрела бы вариант входа, возвращения. Да, но об этом никто не говорит. Да, об этом, увы, к сожалению, никто не говорит. И неизвестно, как бы среагировала Турция в подбрюшье со своим традиционным нейтралитетом. А воевать на три фронта, уж по меньшей мере на два фронта, это безумие было бы. Поэтому главная причина в том, что мы не могли уйти на левый берег Волги. И для чего командующим 62-й армии был назначен Василий Иванович Чуйков. Этот человек из Кремня, Стали. И гранита. Этот с удивительной волей человек. Приказ был один, не сдавать Сталинград. А все отвлекающие оперативные, оперативно-стратегические и целый ряд других мотивов именно содержались вот в этом таинственном клубке. В этих ржевских событиях. Да, но об этом никто не говорит. Потому что вычленяют одно событие и показывают. Безусловно, горе. Огромное количество потерь. Безумное количество потерь. Но такой дорогой ценой мы выстояли. Может быть, даже смысл, военный смысл, внутренняя семантика Великой Отечественной войны сосредоточена в военном измерении. Именно здесь была. Уже потом... Возможно, решалась судьба... Судьба страны. Поэтому эти жертвы, которым надо низко поклониться и беречь, и чтить эту память, они были не напрасны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Второй фронт, который мы ждали аж до 1944 года, 1941-го, и нам все время отказывали. Помните, визит Черчилля, когда он прилетал в Москву, и достаточно холодно его принимали, так сказать, он даже оправдывался в какой-то степени, и, по сути дела, Сталин его вызвал как бы на ковер оправдаться. Вот этот самый второй фронт, о котором так много говорили, явился ли он для нас ключевым фактором победы? Или, в принципе, вот в той ситуации, в 1944-м, в котором мы находились, в том самом уже победном тренде, слово «тренд» современное, в котором мы находились, в принципе, мы могли победить и без второго фронта? Вы знаете, я, позвольте, начну с конца. Если бы мы обошлись без второго фронта, это были бы упреки еще на 50 лет, еще похлеще Ржева, потому что сил ресурсов, людских ресурсов мы затратили еще больше. Да, в 1944-м году Красная Армия была самой сильной военной силой, извините за тавтологию, в истории всех народов, всех времен. И, вне сомнений, победа была бы, безусловно, но с колоссальным напряжением сил. Поэтому второй фронт – это могучая составляющая Второй мировой войны, второстепенная, дополнительная, вне сомнений. Когда Уинни, Уинстон Черчилль, взвешивал за и против, он имел основание сомневаться. Ведь майские репетиции на территории Южной Англии показали, они ведь потеряли людей во время репетиции, не меньше, чем при высадке. И было понятно, что это не очень простая операция, Сюзерян-Аверлорд. И что это, в общем-то, требует колоссального напряжения сил всей страны. И не только страны Великобритании, но и Соединенных Штатов, и Канады. Поэтому, мне кажется, что с их стороны принципиальное решение войти в Вторую мировую войну диктовалось не только скорейшим желанием занять большую часть Европы, Германии и доминировать. А потом, как известно, перетекает в план Маршалла все. А мне думается, что это расчеты велись и в сороковые годы, безусловно. Потому что финансисты хорошо очень считают. И те, кто, так сказать, стоит за человеком номер один, они прекрасно понимают, какие рычаги надо включать и что надо теоретически рассчитывать. Но, с другой стороны, Второй фронт – это большое событие. Это важное событие. И мне думается, что самой отличительной военной частью Второго фронта было вот именно сбережение людей. Они учли наш опыт. И прежде чем давать команду к бою вперед, тактическая авиация очень хорошо пропахивала все впереди идущие километры перед англо-американскими боевыми порядками, чтобы как можно больше сберечь человеческой жизни. А когда Эйзенхауру сказали, что путь на Берлин открыт, он первое, что сделал, приказал посчитать, какой ценой. И выяснилось, что может быть около миллиона потерь. Что могут быть такие затраты. И он сказал, что нет, я должен смотреть и налогоплательщику, и Конгрессу в глаза. И поэтому для нас это неприемлемо. Мы бы победили без Второго фронта или не победили? Победили бы. Победили. Но цена была бы очень велика. В преддверии темы ставим вопрос на обсуждение в социальных сетях, в интернете. Вот там одним из пользователей был задан нам такой вопрос. Вопрос, может быть, несколько популистский, но он касался мирового заговора. Почему-то, когда американцы... Я не знаю, так ли это. Вы сейчас поправите и, может, прокомментируете эту тему. Почему-то, когда американцы бомбили Германию, то крупнейшие заводы, круповские и другие, то есть определенные промышленные центры, почему-то на них не упала ни одной бомбы. Говоря о том, что был какой-то международный заговор. Возможно, здесь есть какое-то переплетение с Мюхенским сговором, о котором тоже очень много написано. Но, во всяком случае, история Второй мировой войны в целом покрыта огромным количеством таких каких-то измышлений, каких-то интереснейших, так сказать, заковык, которые, естественно, пытливому хочется понять, что же на самом деле. Вот был ли заговор тот самый? Почему, например, Швейцария осталась нейтральной? Кто вообще был организатором? Еврейский вопрос здесь возникает сразу, потому что, значит, это тоже тема, которая вот в рамках вот этого мирового заговора. А почему, значит, Гитлер уничтожал евреев? А потому что они держали свои деньги в швейцарских банках и не хотели, естественно, давать. Как вы могли охарактеризовать вот тематику вот этого мирового заговора и все, что с ним связано? Вы знаете, очень много ответов на эти вопросы дал Чарльз Хайем в книге «Торговля с врагом», обосновав и документально подтвердив, что одни и те же торпеды били и своих, и врагов, и союзников, и противников. Чарльз Хайем «Торговля с врагом». И те самые предприятия, о которых вы только что сказали, они как раз входили в зону неприкасаемую. Это первое. Значит, был заговор. Ну, вы знаете, можно назвать это своего рода заговором. Потому что ведь размещенный разумно капитал и почему воскресла, как птица Феникс из пепла, западная Германия. Это не только план Маршала, это не только дешевая рабочая сила, в том числе и с Северной Африкой. Но это ведь и очень правильно, разумно, размещенные производственные, производительные силы. Это ведь тоже один из ответов на вопросы. Что касается Швейцарии. Планировалась операция Таненбаум по аншлюзу Швейцарии. Но не рискнул. Пусть он даже трижды фюрер, но он побоялся, что, условно говоря, мировое правительство покончит с ним быстрее, чем он успеет ее осуществить. Значит, мировое правительство существовало? Ну, будем считать так. Назовем его условно так, к примеру. Он понимал, что это своего рода сила. Сила, с которой, мне кажется, ему было не справиться. И он это осознавал, как человек умный. Поэтому операция Таненбаум осталась только на бумаге. Я думаю, что если и рассекречены эти документы, то наверняка кто-то уже это анализирует. А если нет, то это тема кому-то хороших диссертаций и докторских, и кандидатских. Что касается перелома, классически принято с 1942 года по сегодняшний день, вот сложилось очень много работ, огромное количество работ. В апреле 1942 года была образована комиссия по изучению опыта ведущей войны. Александров и Менц руководили. После войны было создано четырехтомное произведение операции советских вооруженных сил. Затем шеститомник при Хрущеве Никита Сергеевича. Затем двенадцатитомник при Ленине Ильиче, «История Второй мировой войны». Потом четырехтомник «Очерки». Сейчас создаем двенадцатитомник, президентский проект. Вот второй том практически готов. Под вашей редакцией. Я научный руководитель. Это очень важно. Министр обороны, представитель комиссии. Это большая честь и большая ответственность, я думаю. Конечно, ответственность особенно. Если позволите, я просто объясню. Первый том – это основные события войны. Причем мы уже взяли готовый, несколько утвержденный проект. Но он разумный, он проблемно-хронологический. Он пытается ответить на все животрепещущие вопросы, которые особенно молодежь задает. Второй том – происхождение и начало войны. Третий том – основные сражения войны. Четвертый том – освобождение территории Советского Союза. Пятый том – освобождение Восточной Европы и войны на Дальнем Востоке. Шестой том – стратегическое управление страной и вооруженными силами. Седьмой том – разведка и контрразведка войны. Восьмой том – оружие, техника и экономика войны. Девятый том – союзники войны. Десятый том – искусство возможного, дипломатия и внешняя политика. Одиннадцатый том – государство, народ, война. И двенадцатый том – итоги войны. То есть будет предпринята попытка, каждый том – 70 авторских листов, достаточно толстых, с документами. Есть ли у нас все же какая-то упрощенная схема информационная? Может быть, в интернете сайт? Может быть, какие-то брошюры хотя бы? Потому что молодому человеку очень трудно взять. Во-первых, найти эти тома. Потом найти время для того, чтобы открыть, прочитать. Наиболее оперативный источник воспитания сегодняшнего человека – это все же интернет, это телевидение, это кино. Там все неоднозначно. Все неоднозначно. Там все время ставится под сомнение. И роль России, роль нашего государства, роль Советского Союза, роль Верховного Главного Командования, в том числе во главе со Сталином и так далее. Нет ли идеи все же упростить вот эту работу для того, чтобы каким-то образом проводить вот эту работу с молодежью, прежде всего? Иран Александрович, сделано. Мы решили провести генеральную репетицию перед изданием «12 томника». Я готов дать координаты, чтобы люди могли посмотреть, прочитать. Дайте их сейчас, пожалуйста, если можете. Мы прямо напишем на экране. История Великой войны в двух томах. Изложено все, начиная с ее преамбулы, происхождения, причин. Это где? 234-46-97. Если стоит позвонить по этому телефону, то можно будет и приобрести. Давайте мы скажем 234-46-97. И вы можете приобрести. История Великой войны. Это святое дело. Владимир Анатольевич, вот хотел бы вернуться к началу войны. Тема вообще начала войны является самой болезненной, острой, ее обсуждают. Первые месяцы войны были каторжно тяжелыми, очень горькими и кровавыми. И рецептуру дать какую-то, а как надо было поступать, мне кажется, это немножечко было бы сложно. Я не употребляю слово легковесно. По той причине, чтобы, понимаете, неизвестно было, как же поступать. То, что мы лакомый кусочек, и то, что мы часть Харленда, и всегда будет огромное внимание к нашим ресурсам, каким угодно ресурсам, человеческим, минерально-сырьевым и так далее, это аксиома. И что мы, так сказать, там холодная война закончилась, да не может она закончиться. Она приняла другие формы, другие виды. Да, у нас, может быть, близкая мораль, но, с другой стороны, это не совсем одно и то же. Не совсем одно и то же по менталитету, не совсем одно и то же по традиции, по истории. И совсем не одно и то же по климатическим условиям. Ведь нам надо значительно больше энергии, чтобы выжить, уже не говоря о том, чтобы что-то производить. А люди на нашей земле вырастали творческие. И вот спросить у американцев, а кто строил вам мосты, и выяснится, что гигантский процент выходцев из России строил американские мосты. А кто придумал нечто, так это выяснится, что опять человек российского происхождения придумал это нечто и так далее. Поэтому мне кажется, что однозначного ответа на вопрос, как поступать было в июне 41-го года, просто не существует. Но то, что это была горе, трагедия и безусловные ошибки, поиски... Признанные нами. Признанные, да, не сомнения. Это тоже очевидно. Просто вот очень много спекуляций на эту тему. Очень много, да. Очень много спекуляций. Ну, на горе спекуляции они всегда заканчиваются очень паршиво. Что же касается интереса к изучению истории, то нужно отдать должное и американцам, и англичанам, и японцам. В каждые из стран вышло примерно по 100 томов исследований материалов по войне. 97 в Америке, 102 в Японии, примерно столько же в Великобритании. Интерес огромный, интерес громадный. И, конечно, школьные учебники или колледжевые учебники Америки очень страдают. И гипертрофировано участие Америки в войне. Ну, такая ментальность Америки. И наши учебники очень грешили, особенно в 90-е годы. И собиралось не одно совещание по поводу того, как сделать так, чтобы истину, правду хотя бы в сжатом, синтезированном виде школьник и студент получал. И мне кажется, что это огромная задача сейчас. Вот именно вы правильно поставили вопрос. Как сделать так, чтобы американский школьник и американский гражданин в том числе узнал правду о войне? Мы обсуждаем тему, которая нами не ставится под сомнение. Мы понимаем, что победили мы, что мы несли на себя всю тяжесть, все тягоды, невзгоды этой победы, этой войны. Но ведь, когда мы сталкиваемся с нашими оппонентами, в кавычках оппонентами, ну, скажем, нашими дискутантами, с которыми мы обсуждаем, в том числе из Америки. Вы знаете, я сам несколько раз встречался, и вот в какой-то момент они так, глаза у них стекленеют, и они начинают молчать. Такое впечатление, что есть такой определенный элемент информационного зомбирования. Потому что им с детства говорят о том, что победа во Второй мировой войне одержана за счет главного фигуранта Соединенных Штатов Америки. Хотя это не так. Я думаю, что и специалисты понимают, что это не так. Однако так учат. И та пресловутая пропаганда, которую Запад всегда критиковал, говорит, вы страна, где преобладает пропаганда, она там действует и работает. То есть этот информационный процесс не имеет обратной связи. Вот как нам сломать этот барьер все же? Иногда так хочется, знаете, подойти и сказать, ну, все же мы же победили, ну, наша же победа. Как нам пробить вот эту стену? Наш двенадцатитомник, дай бог удалось бы его перевести на английский язык. Есть интернет. Ну, может быть, есть желающие сейчас смотрят нашу программу. Ну, и я бы даже объявил какую-то, так сказать, программу спонсирования вот вашего этого издания замечательной, которая необходима нашей стране, для того, чтобы все прочитали о войне. Хотя бы в электронном виде показать именно картину, в которую бы сразу человек поверил, независимо от возраста. Вот это самая главная задача. Вот интернет, при всех его издержках, это, по-моему, помощник здесь. Помощник, да. Но, очевидно, все же ключевую роль для молодежи, для подрастающего поколения играет кинематограф, в том числе и Голливуд. Поэтому спасти рядового Райана – это абсолютный, как бы, хит, так сказать, для вот такого идейно-патриотического воспитания американской молодежи. И дело в том, что вот мы старые фильмы, советские фильмы о войне, мы, как бы, воспринимаем их, как некое прошлое. Вот они были, эти фильмы, хорошо. Они ушли, как бы, вместе с эпохой советской. Но то, что сейчас появляется на экране, я вот не считаю, скажем, «Брестская крепость», мне понравился этот фильм. Вот. Но, во всяком случае, вот этот тот самый телевизионный фильм, даже не знаю, как его назвать, а «Ржевская» вот эта операция, я с трудом досмотрел до конца. Потому что, может быть, не являясь специалистом в этой области, понимал, что вот мне лгут, стараются как-то факты повернуть такой стороной, чтобы я понял, что мы все же виноваты. Вот создается какая-то, так сказать, прецедент такого информационного, скажем, воздействия, чтобы мы почувствовали виноватыми себя. Вот нет у вас такого ощущения? Есть. Я с вами совершенно солидарен. Я вспоминаю фильм с Бертом Ланкастером «Неизвестная война». Если бы сейчас современному поколению создать нечто подобное, ведь все-таки мы немножко больше знаем о войне, и вместе с тем надо учить, надо просвещать, надо образовывать, то это было бы очень здорово. С американцами или с американцами-англичанами, а может быть, даже с европейцами континентальными, это было бы очень правильно. Художественно-документальный фильм с современными средствами, дай бог, готов приложить море усилий, чтобы это было. Дело в том, что это, на самом деле, очень важно, потому что, по сути дела, сегодня победа, наша победа, это тот самый праздник, почему мы и обсуждаем в конце года, наряду с тем, что очень много других международных событий. Я все же выбрал эту тему, потому что это тот самый праздник, который всех нас объединяет. Несмотря на возрастной ценз, богатые, бедные, успешные, неуспешные, они все объединяются вокруг победы. Мне очень нравится, когда появляются в этот период ленточки на машинах, георгиевские, когда люди все выходят и чувствуют вот эту общность. Мне кажется, так как именно война, победа наша, общая победа, наша большая победа является сейчас, по сути, самым ценным идеологической точкой, вокруг которой мы можем, вот, уже позволить себе развиваться, потому что без идеологии все же страна, это мое убеждение, может, вы по-другому думаете, без идеологии невозможна страна. Вот то, что вы сказали, на мой взгляд, это цивилизационный стержень. Если мы обратимся на 200 лет назад, а будущий год – это 200 лет войне 1812 года, одновременно и 400 лет событиям 1612 года, и 1150 лет российской государственности, и вот цивилизационный стержень настоящий получается. Ведь если бы даже Наполеон в 12-м году объявил вольную русскому крестьянству по Джавелегову, я думаю, что это ничего бы не значило. Русскому крестьянину и русскому человеку куда дороже была его земля, его история, его традиции, этот родной кусочек земли, этот очаг. Поэтому это составляющая часть нашего менталитета, это то, что должно быть составляющей и нашей национальной идеи, нашей идеологии. Вот поэтому нам есть чем гордиться. Я недавно просматривал, кстати, документы исторические, связанные с пропагандой, немецкой пропагандой на нашей территории. Вот они пытались, там было много и листовок, и таких информационных рекомендаций. Они считали, что сумеют поссорить народ и большевиков, и вот на этом конфликте, так сказать, завоевать. Почему-то это не произошло. То есть вот чувство своего, вот какое-то внутреннее генетическое патриотическое чувство, хотя понятно, что народ чувствовал в определенной степени генетически в тот период исторических притеснений от партии. Не все были коммунистами, да, и верили в светлое будущее, но вместе с тем сплачивались. Что-то срабатывает в нашей ментальности, когда мы объединяемся вокруг этой идеи, вокруг идеи защиты своего очага, да, своей Родины. Вот что это, на ваш взгляд? Совершенно иной социальный механизм, свойственный только нам, и в основе которого лежит то, что вы сказали. Потому что дороже вот это свое родное, хоть оно тяжелое, но оно свое, потому что здесь и мама, и папа, и дедушка похоронен. Да, поэтому вот это вот поклонение, любовь в здоровом смысле слова к отеческим гробам и понимание своей ответственности за все это, и за тех, кто после тебя придет, этот социальный механизм работает куда сильнее, чем что-то другое. Почему у нас и наемных-то армий практически не было, почему у нас вот это вот... Ну, латышские стрелки были. Ну, кроме, я имею в виду, кроме курьезов и всякого рода поворотов. Вы знаете, вот за эти почти 12 веков, 11 с половиной, своего рода образовался самовытаскиватель. То есть, русская культура, русская традиция и, ну, возьмем шире, российская цивилизация, это, по-моему, самое огромное основание для движения вперед. Все основания есть. Интеллектуальные, безусловно, гипоталямусы у нашей молодежи мощные. А ресурсы дают надежду на то, что все это очень разумно можно использовать. Наша расхлябанность, наша самонеорганизованность, мне кажется, самая большая беда. Если бы мы, допустим, использовали, ну, так абстрактно возьмем, немецкий опыт, дело было бы совершенно иное на нашей основе, на нашей почве. Но лучше, чтобы это все было наше собственное, выстраданное и правильно спланированное. Понятно, что были великие люди, тот же Петр Алексеевич Романов, который приглашал европейских мастеров-специалистов. Да, действительно, надо было учиться. Очень много споров ведется, правильный и правильно. Очень много споров, да, о нашем выборе цивилизационном. Но вместе с тем он состоялся, ну, раз состоялся, поэтому зачем же его зачеркивать? Мне кажется, что вот на базе вот этого культурного стержня надо выращивать доброе, вечное, правильное, разумное. А основания все для этого есть. Празднуя 65 лет в мае месяце, я попал в командировку в Париж. Я находился в Париже. Здесь у нас была достаточно серьезная подготовка к этому празднику. Я сам участвовал в различных мероприятиях. И мне казалось, что и Европа будет так же праздновать 65 лет, как празднуем. Вы помните, это главы государств, это все торжественно. Вся страна с огромным интересом и таким внутренним, скажем, воодушевлением следила за этим процессом. А я попал во Францию, в Париж. И у них почему-то все празднования прошли очень скромно, очень скромно. 8 мая, буквально там на маленькой церемонии такая, значит, президент Франции, Саркази, небольшим сюжетиком, в небольшом сюжетике по центральным каналам возложил цветы, так сказать, там, павшим и так далее. И вот 9 мая, 9 мая этого года, вдруг я слышу, что по улице идут какие-то, какая-то демонстрация, значит, там, литавры слышны, оркестры, в общем, бьют в барабаны. Я говорю, ну, наконец-то, вот народ вышел на улицу, вот она демонстрация 9 мая, 65-я годовщина, да, когда, скажем, мы празднуем, Европа должна праздновать. Это была демонстрация фашистов. Вот как вы оцениваете вот нынешнюю ситуацию в Европе, потому что для них все же война не так однозначна, потому что и Гитлер, и Франция, Гитлер, и, скажем, Австрия, там были свои очень сложные отношения, и они как-то несколько стыдятся вообще итога Второй мировой войны. Вот что по этому поводу говорит история, что на самом деле происходило, и почему так они не любят говорить вообще о Второй мировой войне? Ну, во-первых, социально-экономический уклад совершенно иной, чем у нас, это раз. Во-вторых, нет Шарля де Голля, условно говоря, символически говоря, и нет высокой организации, потому что если бы это дело поставить на другую основу, то было бы по-другому, но это мало кому нужно. Ведь в движении сопротивления было очень много наших эмигрантов, как вы знаете, поэтому, что это было тотальное какое-то явление, тоже ведь сказать очень сложно, с натяжкой. Потом Франция, Германия, Франция, Англия, это извечные исторические соперники, партнеры, соперники. Англия, Франция, Германия, Франция. То есть у них, видимо, своя война. Абсолютно. Своя война, это не наша война. Да, и это совершенно иной подход, как и методический, так и по сути, фотофатологический. Потому что это все другое, это другие системы взаимоотношений. Тоже Чарльд Хайм очень хорошо классификацию дает, что кому-то было вообще невыгодно, что не выходят эти снаряды, хотя он прекрасно понимал, что эта партия идет против его собственной страны и так далее. Поэтому здесь подводных рифов куда больше, чем мы можем себе со своим пониманием нашей истории предположить. Мы, как бы там ни говорить о нашей ситуации в нашей стране, но мы были монолитным большим государством. Мы прекрасно понимали, что это противник, надо защищать свою родину. Вот есть становой хребет ее и так далее. Там же ситуация была куда более многосложная, многослойная. Поэтому мне кажется, что ответы искать надо очень глубоко. Мы уже капиталистическое государство. Мы открыли границы. Мы, как, кстати, говорит наш президент и премьер-министр, мы признали ошибки сталинского периода. Мы извинились перед поляками за Катыни, извинились. Мы хотим говорить со всеми на одном языке. Мы хотим быть понятыми. Почему-то это не происходит. Вот в чем причина все же? Какой-то барьер, что ли? Что это? Вы знаете, вот как говорят, что Вторая мировая война – это неразрешенность и незавершенность Первой. Это очень интересная тема. И понимание, что Версаль не решил противоречить, так и Холодная война корни имеет во Второй мировой. И для чего ее надо изучать? Для того, чтобы понять, что с нами сейчас происходит. Версаль. Субтитры создавал DimaTorzok Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбы человечества. В ней участвовало 72 государства, 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 государств. В вооруженные силы было мобилизировано 110 миллионов человек. Общие людские потери достигли 50-55 миллионов человек. Из них убиты на фронтах 27 миллионов, большинство из которых – граждане Советского Союза. Также большие людские потери понесли Китай, Германия, Япония и Польша. Военные расходы и убытки составили 4 триллиона долларов. Материальные затраты достигли 60-70% национального дохода воевавших государств. Война сопровождалась колоссальными разрушениями, уничтожением десятков тысяч городов и деревень, неисчислимыми бедствиями десятков миллионов людей. В результате войны ослабла роль Западной Европы в общемировой политике. Главными державами в мире стали СССР и США. Великобритания и Франция, несмотря на победу, были значительно ослаблены. В Восточной Европе, занятой советскими войсками, были установлены социалистические режимы. Одним из главных итогов Второй мировой войны стало создание организации объединенных наций на основе антифашистской коалиции, сложившейся в ходе войны для предотвращения мировых конфликтов в будущем. Фашистская и нацистская идеологии были признаны преступными на Нюрнбергском процессе и запрещены. Во многих западных странах выросла поддержка коммунистических партий, благодаря их активному участию в антифашистской борьбе в ходе войны. Европа оказалась разделена на два лагеря – западный, капиталистический и восточный, социалистический. Отношения между двумя блоками резко ухудшились. Уже через пару лет после окончания Второй мировой войны началась Холодная война. На этом мы завершаем нашу программу. У нас в гостях был Владимир Антонович Золотарев, вице-президент Российской академии естественных наук, доктор исторических наук, замечательный ученый, человек. И мы обсуждали сегодня вопросы, связанные с великой нашей победой. До новых встреч в эфире «Международной панорамы». До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»